Как новогодний подарок оставлю себе напоследок вид горы Фудзи в солнечных лучах. А чудаки, вызывающие на бой профи, оставляют себе на память только нокауты. Привет, солнцелики и птеродактели! С вами Федорович, а в этом видео кто-то посмеется, кто-то порадуется, а кто-то и посочувствует отчаянным чудакам, которые решили вызвать на бой профи бойцов. А вы подпишитесь на канал, чтобы профи не вызвали вас. Ветры дуют не так, как хотят корабли, а бои складываются не так, как хочется обоим бойцам, особенно если один из них крутой уличный бухарик. В зал бокса зашел авторитетный воин своего двора и трех соседних пивных, бросив вызов любому, кто сможет с ним выстоять хотя бы раунд. На эту смертельную битву согласился пацан-аматор, которого выпустили, чтобы не убить чудака. Но наш уличник, используя секретные техники чхарька и стиль изворотливого червяка, умудрился пробегать по рингу целую минуту. Но потом пропустил первый же боковой. Упал на канвас и уже бой продолжать отказался. Рассказывая, что это не нормальный бой в пельменной, а какой-то цирк. Все, что в изобилии и достатке, быстро надоедает. А настоящему Рэмбо хочется великих приключений. Бодибилдер Рэмбо Ганс. Да, именно Рэмбо. Так его зовут и с такими меня можно захватить целый мир. Вызвал на бой профи-боксера Алана Грина, чтобы запилить чумовой видосик для своего канала. Но вот парень не учел одного момента. Боксеры ребята простые и на камеру играть не умеют. Поэтому Грин не дал пацану проявить себя и пойти к успеху. А начал сразу боксировать по-взрослому. Билдер неплохо двигался первые пару минут. Но его удары, конечно, это взмахи хвостом жеребца. Все от жопы и в никуда. В общем, все закончилось жестким сбоку, разбитым носом и великой славой. Ведь не каждый качок может выйти в ринг против профи. Так что свой кусок пирога пацан точно оторвал. Если воробей все время называет себя орлом, рано или поздно он захочет подняться в облака. Где и поймет, что он не тот, кем себя назвал. Чарли Зеленов. Лучший из лучших. Номер один рейтинга P4P. С рекордом более 150 побед и ни одного поражения, который добыл все свои звания и регалии, в тренажерных залах избивая новичков из качалки и зачисляя себе победу, после 20 секунды боя, словами «И я победил!» убегая из зала. Если вы еще не знаете, кто это, посмотрите видео в подсказках и в описании. Но рано или поздно река, возомнившая себя всесильной, натыкается на гору, не в силах ее снести. Так и наш Чарли бросил вызов самому Мэйвезеру, но не Флойду, как вы могли подумать, а старшему, который годится ему в дедушке. Но профи-боксер остается профи всю жизнь, поэтому поединок оказался для Зеленова очень непростым, и его тактика первых 20 секунд не сработала, после чего он начал убегать от жестких ударов деда, а потом и вовсе вылез из ринга. Но крыса никогда не перестанет быть крысой, даже одев шубу из норки. И этот нехороший человек заскочил в ринг и ударил уходящего в свой угол деда сзади в голову, за что потом весь зал ему объяснил, что так делать нельзя. Но это показывать на ютубе запрещено. Во всякой красоте есть изъян, а у всякого бойца есть недостатки. Но лезть на профи даже с кучей недостатков нельзя, особенно если ты новичок. История этого боя такова. В залпу ММА пришел боец в белой футболке, рассказывая, что он занимается серьезным секретным стилем. Кунг-фу или тай-чи или карате – это останется загадкой. И после своих многолетних тренировок готов показать любому ММАшнику, чему научился. Ну или просто поспаринговать. Вызов принял тренер этого же зала. Конечно, после первого лоу-кика сам же тренер и упал, как-то не рассчитав баланс, что вселило уверенность в мастера. Но, к сожалению, не настолько, чтобы хоть как-то начать бить. Дальше был обманный хайкик от ММАшника и попытка треугольника. Но мастер выпутался. Опять без ударов. Все-таки я думаю, что он просто не хотел убивать бойца ММА. Ведь каждый удар великих мастеров смертельный. Но, к сожалению, мы это так и не узнаем. Ведь после продолжения боя первый же хайкик унес мастера в далекие горы и леса, где он продолжил медитировать в ментальном теле. Можно враждовать с директором, но нельзя со сторожем. Ибо директор далеко ему некогда, а сторож может и леща дать, и на работу не пустить. Волнующая история видео такова. Жил-был гопник, который мочил людей на улице, ну как они умеют, набивать себе рекорд. То толпой завалить, то при разговоре неожиданно кастетом влупить, и решил, что он реально крутой боец. Придя в зал ММА, вызвал на бой пацана, который в два раза меньше, в надежде получить уже реальную победу в честном бою. Но, к сожалению, не понимая даже элементарной защиты. Он стоял с опущенными руками, за что молниеносно поплатился и улетел в нокаут. Конец истории. Без руки держащий меч? От него нет толку, даже если это самый острый меч в мире. Так и в боях. Пока человек не столкнется с реальным противником, он может думать, что лучший боец в мире, избивающий мешок и махающий гантелями по воздуху. История этого боя такова. Уличный боец пришел в зал Муай-Тай и бросил вызов тренеру, рассказывая, что ринг это фигня, а спортивный тайский бокс отстой, по сравнению с его уличным боем. Возможно, так оно и есть, ведь на улице нет правил ринга и судей. Но язык начала всех бед. Поэтому его предложение показать, как нужно в ринге, тренер принял, чтобы хоть как-то показать чудаку, что спортсмены тоже что-то умеют. Конечно, по технике вы сразу можете увидеть, кто из бойцов кто и какого уровня уличник. Что, в общем-то, и подтвердилось через пару минут хай-киком, который посадил непобедимого бойца на канвас. А еще через пару секунд точно таким же хай-киком отправил в глубокий нокаут подумать о своем поведении. Будет ли тень прямой, если ствол у дерева кривой? А будет ли дело соответствовать словам, если ты не умеешь то, о чем говоришь? Предыстория этого феноменального боя такова. Уличный боец, которому больше 20 в белой футболке, пришел в зал бокса, где решил доказать, что боксеры ни на что не годны, а его уличные баталии сделали из него прожженного матерого бойца. Вызов на спарринг принял 17-летний подросток в красной футболке, который еще и явно меньше по весу своего уличного файтера. Но маленькая рысь может загрызть большого барана, а техничный боец может перебить даже большого неука. Как вы сами видите по бою, уличник махается своими жерновами, как настоящий уличник. Но, во-первых, нужно попасть, а во-вторых, такие удары в перчатках мало ощутимы, а сил забирают очень много. Чем и воспользовался боксерчик, дождавшись, пока стритфайтер сдохнет, и, разбивая его в голову, доработал по корпусу. Даже маленькая мышка может прогрызть норку в горе, но и гора может обвалиться и похоронить эту мышку в норе. В этом видео неплохой боец-легковес вызвал на бой бывшего профи-кик-боксера в тяжелом весе. Для чего он это сделал и что хотел доказать, я не знаю. Конечно, есть тренировочные моменты, когда более легкие ребята становятся стяжами, чтобы набраться опыта или отработать определенные вещи. Но не в таких пропорциях. Тяжеловес даже не поднимал руки, а просто принимал на себя все удары, спокойно улыбаясь. В то время как мелкий работал в полную силу и так старался пробить бороду здоровяка. Но как только гигант включился, все сразу закончилось через пару ударов. Зачем был этот бой, я не понял. Ведь ни опыта, ни какой-то пользы легковес точно не получил. А может ему просто хотелось проверить печень на прочность? Когда червяк ест яблоко на яблоне, она просто избавляется от лишнего. А когда кто-то много оскорбляет и наговаривает на боксера, он просто его нокаутирует. Это видео многие из вас уже видели, но на этот предел человеческой глупости можно смотреть бесконечно много, как на восход прекрасного солнца из-за гор. Чарли Зеленов, лучший из лучших боксеров во все времена, постоянно названивал реальному топовому тяжеловесу Уайлдеру, оскорбляя его, его семью и, главное, его дочь. После такого здоровяк позвал этого смертника ответить за свои слова, и Чарли пришел в зал, чтобы сразиться с Уайлдером. И сразился. Вот только после первого же удара, плача на полу, он умолял о пощаде. Он уже присматривал пути для побега, чем и воспользовался после того, как гигант одержали секунданты, чтобы он не убил этого убогого и больного на голову подлеца. Пишите в комментах, как вы выключали профи бойцов после пол-литра волшебной жидкости. Бои на приставках и во сне тоже считаются. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, а также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. А если у вас есть желание поддержать канал, вы можете это сделать в описании, за что будете получать от меня особые плюшки и энергию Чи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.